Здравствуйте! Я Динара Саду. Добро пожаловать в мир за неделю. Смотрите сегодня. Это регазы на Ближнем Востоке и московской подземке. Мы скорбим и соболезнуем. То, о чем мы не знали еще неделю назад в нашем традиционном дайджесте. Эта женщина очень спешила в амстердамский аэропорт Схипхол. Она должна была вылететь в Куала-Лумпур рейсом MH17 авиакомпании «Малайзийские авиалинии». По дороге в аэропорт узнала, что самолет потерпел крушение в небе над Украиной. Я потрясена. Я не знаю, что мне делать. Я ужасно себя чувствую. Я ехала из отеля на такси и плакала. Не могу поверить, что мне выпал еще один шанс. Черный дым и разбросанные на метро обломки. Первые кадры на месте крушения лайнера сделали местные жители. Они же бросились на помощь, но спасать оказалось некого. Перед этим пальба была. Слышно, что стрельба была диабетом. Несколько выстрелов, а потом сильный хлопок. И он из-за того, я аж испугался, что рядом. Я страх крови, голову выстрел. И смотрю, из-за того, что появляется, распадается на куски. Начали туда, в черной части, туда, сюда, куда-то. Полчасти туда пошло, полчасти сюда. На борту самолета находились 283 пассажиров, в том числе трое детей и 15 членов экипажа. From the Netherlands, 189 passengers. Из Нидерландов 189 пассажиров. Малайзии 29, Австралии 27, Индонезии 12, Великобритания 9, Германии 4, Бельгии 4, Филиппины 3, Канада 1, Новая Зеландия 1. Большинство погибших – голландцы. Для маленькой североевропейской страны это настоящая трагедия. В Нидерландах объявлен траур. Это одна из самых жутких авиакатастроф в истории Нидерландов. Вся страна шокирована этим событием. Все наши мысли с родственниками погибших, которых постигло такое горе. Этим рейсом в Мельбурн на международную конференцию по СПИДу летели врачи, ученые и общественные деятели. Всего около ста специалистов по борьбе со СПИДом. Жаль, что летать в Азию через Украину стало невозможно. Почему? Почему нельзя было лететь в Азию безопасными маршрутами? Малазийцы молятся не только за погибших в двух страшных авиакатастрофах, произошедших с их самолетами менее чем за полгода, но и за то, чтобы отвести злой рок от своего национального авиаперевозчика. Мировое сообщество требует объективного расследования причин крушения лайнера над Украиной. Международная организация гражданской авиации предложила украинским властям свою помощь в создании Международной комиссии. ООН требует тщательного и открытого расследования этого инцидента. Межгосударственный авиационный комитет считает, что их нужно передать той самой специальной международной комиссии, о которой говорил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам. Эксперты из разных стран мира начали прибывать в Украину для участия в международном расследовании обстоятельств катастрофы малазийского Боинга. Его проведение потребовали лидеры многих стран, в том числе те государства, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. От ОБСЕ приехала миссия из 30 человек. Но, по их словам, им предоставили лишь ограниченный доступ к месту падения самолета. Они получили ограниченный доступ, не тот доступ, который им нужен для их работы. Какие ограничения? У них просто не было нужной свободы передвижения. Практически все авиаперевозчики в срочном порядке корректируют свои маршруты, пролегающие на территории Украины. Свои рейсы в Киев и через Украину в Европу временно отменила и авиакомпания Air Astana. В результате крупнейшей за всю историю существования московской подземки аварии погибло 23 человека. И эта цифра может оказаться неокончательной. В больницах находятся около 150 человек. Состояние 54 из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Перекореживало все. Вы там были? Да. Наверное, пошел с рельсом. 15 июля на синей ветке московского метро с рельсов сошли три вагона, в том числе головной. Среди погибших шесть иностранцев. Двое из Китая, двое граждан Таджикистана, а также гражданки Кыргызстана и Молдовы. В посольстве Казахстана в Москве сообщили, что наших соотечественников среди пострадавших нет. По предварительной версии, причиной аварии стал некачественный перевод стрелок. По этому делу арестованы двое подозреваемых, дорожные мастера. 89 человек погибли в результате чудовищного теракта на рынке в афганской провинции Пактика. Большинство – женщины и дети. Ранения получили более ста. Это было жуткое зрелище. Тела лежали повсюду, без рук, без ног, без головы. Среди них были женщины и дети. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась во время движения через рынок, переполненный людьми. Взрыв был такой мощности, что уничтожил множество магазинов. Десятки людей оказались в ловушке под горящими крышами. Ответственность за этот теракт не взяла на себя ни одна из группировок. Своей циничностью и зверской жестокостью этот кровавый теракт потряс даже привыкших ко многому афганцев. Израиль перешел к наземной фазе операции «Защитный рубеж» в секторе Газа. В ней задействованы пехота, авиация, инженерные войска и танковые подразделения. Число жертв с палестинской стороны резко возросло. Погиб один израильский военнослужащий. Но израильтяне поддерживают действия военных. Невозможно привыкнуть к ситуации, когда дети и наши семьи подвергаются ракетным обстрелам. Я думаю, надо начинать наземную операцию. Лучше зайти вовнутрь и разобраться, попытаться найти решение этой проблемы. Юг должен жить в мире. Хамас делает, что хочет и когда хочет. Я думаю, пора Цахал с этим что-то делать. Израильтяне намерены раз и навсегда решить проблему под названием Хамаса. Заявленная цель операции в Газе – разрушение их инфраструктуры. Большое количество жертв среди мирного палестинского населения израильские власти объясняют тем, что террористы якобы используют гражданских в качестве счета. Только за сутки наземной операции, по сообщению палестинских источников, погибли 30 человек. Всего же за две недели операции в защитной рубе с жертвами авиаударов стали 260 жителей сектора. С ростом числа жертв нового конфликта на Ближнем Востоке, причем только с одной стороны – палестинской, оборонительный характер военной операции Израиля многие стали ставить под сомнение. Акции протеста против авиаударов по Газе по всему миру проходят с самого ее начала, даже в далеких от Ближнего Востока регионах. Аргентина Франция Французский народ не одобряет отношения к этому Франсуа Ланда, который, как сказал Нетаньяху, поощряет его к бомбардировкам и этой резне. Это отвратительно. Бангладеш и Индонезия Турция Здесь даже требуют открыть Израилю второй фронт. Тысячи бомб сыпятся на головы мусульман в Газе. Если будет на то воля Бога, мы тоже посыпем на Израиль столько же бомб. Тем временем премьер-министр Израиля заявил, что наземная операция будет расширяться. Для этого в армию призваны еще 18 тысяч резервистов. Огромный пылающий шар медленно поднимается над руинами древнего храма Посейдона на южном побережье Греции. Редко астрономическое явление наблюдало человечество на этой неделе Суперлуния. Это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы на сайте 24КИЗ и в социальных сетях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА